Ома, Вижа, Снесь, Чижа, Кияшойна. Именно в этих местах Канино-Тимани в декабре 41-го формировались первые олено-транспортные эшелоны. Оттуда они уходили на фронт. По тропам оленных батальонов прошли участники военно-патриотического клуба «Белый медведь» Ненецкого аграрно-экономического техникума. Это актуальное интервью. У нас в гостях участники марш-броска, руководитель военно-патриотического клуба «Белый медведь» Василий Терентьев и его воспитанники Василий Шкитин и Владимир Валей. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к вашей экспедиции, поговорим о ней, я хочу, чтобы вы рассказали немного о вашем клубе. Я думаю, не все телезрители знают, а если все, кто знает, то, может быть, недостаточно. Пожалуйста, расскажите о клубе. В 2009 году на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума был создан военно-патриотический клуб под названием «Белый медведь». Изначально это были отдельные кружки, краеведение, краеведческий туризм, пеший, водный, лыжный туризм, пулевая стрельба и так далее. Ну, а потом, когда мы увидели, что есть здесь направление и военно-патриотическое, то дали название «Военно-патриотический клуб «Белый медведь». Само название «Белый медведь» долго мы искали, как его назвать, этот военно-патриотический клуб. Но когда мы услышали речь нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина в своем докладе, когда он говорил о том, что медведь в тайгу никого не пустит, это очень были патриотичные слова, и мы поняли, что да, если символ России — это бурый медведь, то символ Арктики, регион, в котором мы проживаем, это «Белый медведь». И поэтому мы назвали этот клуб «Белый медведь». Сколько участников в клубе? Участников, количество их варьируется от 10, до 20, до 21, поскольку одни приходят, другие уходят, наступает новый учебный год, приходят новые с других курсов. И не всегда на каждом мероприятии участвует вся группа, поскольку мы видим на всем, вот последнее наше мероприятие, это было связано с воздушным транспортом, мы желали бы, конечно, большее количество людей взять, допустим, 12 человек мы готовили, но пошли только 8 человек, поскольку это связано с финансами. Ну и на многих других мероприятиях одни, значит, участвовали, другие приходят и так далее. Тоже связано с тем, что это если перемещение, то это связано с финансовыми затратами. И сразу обеспечить всех в большую такую группу достаточно сложно, да. Василий Владимиров, вы давно в клубе состоите? Я состою в клубе 2013 года, как поступил в техникум, с осени 2013 года. Вот. Мы как-то раз ходили на трасслят, и Василий Александрович меня там заметил. Ну и предложил вступить в клуб. Я не смог отказаться. А что значит заметили? Какие-то качества особенные? У нас там было задание. Дали нам брусок, он был полностью в воде, сырой. Я как-то так его смог разжечь. Да, я дополню, что ежегодно в Ненецком аграрно-экономическом техникуме проводится День здоровья. И на этом День здоровья проводятся различные конкурсы. Один из конкурсов — это, значит, зажечь костёр в очень таких сложных экстремальных ситуациях, что даётся участнику только маленький брусок дерева, даётся нож, и этот брусок дерева лежит в воде, в ванной. Вот. И эти участники разбирают эти бруски, и без помощи каких-либо там поджигательных средств, там бересты, там бумаги и так далее, это... и с тремя спичками нужно зажечь костёр, чтобы... кто это быстрее сделает и удачливее. И, конечно же, да, действительно, Владимир это сделал очень быстро, и я заметил, и сразу предложил ему вступить в наши ряды. Только такие качества в военно-патриотическом клубе, конечно же, нужны. Василий, а ты? Я с 14-го года поступил в техникум, и когда у нас проходили уроки в Воселье Александровича, мы ходили до телески на лыжах, наш бросок делали, вот, и когда Воселье Александрович заменил, что хожу хорошо на лыжах, он меня пригласил, я согласился и участвовал в белом виде. — Сколько за это время вы прошли километров? Никогда не считали? — Никогда не считал, не посчитать. Очень много километров. Действительно, вот Василий говорит, что когда на занятиях основы безопасности жизнедеятельности, на практических занятиях мы занимаемся физической подготовкой, то мы совершаем марш-броски, начиная с 10 километров, 15, и завершающие 30 километров. Это примерно отсюда до телески, там конкретно есть точка такая, как летняя дойка, так называемые, там дома. Вот это расстание измерено, если туда и обратно, то на Ринмар, это получается 30 километров. И, конечно же, пройдя вот этот марш-бросок, я сразу вижу, кто есть кто, и кто владеет хорошо лыжами, и у кого есть хорошая уносность, и у кого есть интерес к этому делу. Вот, и предлагаю вступить в военно-патрический клуб. — То есть этот марш-бросок 30 километров, это самое большое, это как занятие у Вас рассматривали? — Да, там это как занятие, как зачетное занятие по физической подготовке на занятиях основы безопасности жизнедеятельности. А вот если, допустим, взять наше, это мероприятие, значит, тестирование было еще жестче, и отбирались лучшие из лучших. И, допустим, в этом году мы отборочное расстояние сделали 50 километров. То есть отсюда мы вышли утром, дошли до Устья, это 25 километров, и вот в это же время сразу, там же там перекусили, небольшой перекус в Устье, и сразу же обратно. Это не пример, а точно размере расстояния 50 километров. И я-то опять-таки вижу по студентам, кто может идти на большее расстояние. И тех подбирал для этого мероприятия конкретно. — А сколько ребят принимало участие в отборочном этапе? — В этом году на этом мероприятии примерно 12 человек принимало участие, а в предыдущих занятиях при подготовке, значит, на практических занятиях основ безопасности жизнедеятельности там вся группа, или подгруппа. 15 человек, и вторая подгруппа — 15 человек. Из этих 30 человек, а этих подгрупп, там 5 групп, и из этих 5 групп я отбираю лучших из лучших. Также отбор был для совершения марш-броска в 2015 году, когда мы прошли по населенным пунктам ниже печали. — Помимо выносливости, мы уже поняли, и умение разжигать костер, какие еще качества должны быть у ребят, чтобы они попали в число? — Да, значит, необходима, конечно, дисциплинированность. У нас один человек был отчислен за недисциплинированность. То есть, если готовим какое-то мероприятие, то нужно обязательно вовремя и в срок приходить и не прогуливать эти подготовительные занятия. Если же это допускает, то просто-напросто отчисляется. Есть у нас хорошие парни, которые кроме лыж умеют все хорошо, но с лыжами никак не получается. Они немножко отстают, поэтому они участвуют на других мероприятиях, таких как пеших, водных, байдарочных. Это очень интересно им, здорово. А в этом году был человек, который очень хотел, но мы его не смогли взять, потому что мы видели, что он не сможет таким темпом со всей группой держаться в такие большие расстояния. — Эти ребята отвечают всем заявленным качествам? — Да, эти ребята отвечают, да. Все, кто у меня были со мной, 7 человек плюс 8 я, это как раз самое лучшее из лучших. — А каким-то спортом занимаетесь вы? — Да, ну, а я так лыж им иногда. Для себя. — Для себя? — Да. Ну, здесь я могу сказать, что у нас есть член военно-патриотического клуба, это Литвиненко Артур. Он кроме того, что занимается с нами, он занимается профессионально борьбой. И вот в настоящее время он находится на сборах, на соревнованиях. — В этот раз у вас был большой маршрут, очень длинный. Сколько там было километров? — Да, вот изначально, когда нас провожали у памятника оленным транспортным батальонам, у меня была информация такая предварительная, что 305 километров. И когда мы сказали, что 305 километров вы сможете ли за такое короткое время пройти, я говорю, что нет, мы сможем. А теперь мы можем точно дать цифру, сколько мы прошли километров. Мы прошли 270 километров. — А за сколько дней? — За пять дней. Всего у нас восемь дней. День вылета отнимаем, остается семь. День прилета остается шесть. И один день мы находились в селе Несе для того, чтобы провести мероприятия, встречи с учащимися. То есть за пять дней, да, не семь, а пять дней. — Ребята, в нескольких словах ваши эмоции от этой экспедиции? — Весело. — Весело. Экстремально. — Не знаю, учишься там, помогать друг другу. — Вынослив. — А тяжело было? — В некоторых местах. — Вот было так, что прям все, не могу больше, тяжело? — А, такого не было. — Силы еще всегда оставались. — Я так понимаю, что вы ночевали в населенных пунктах или ночевали в полярной ночевке у вас были, в палатках ночевали? — Нет, только в населенных пунктах. Для первого раза мы попробовали вот так вот, да. Потом, значит, мы ночевали только в населенных пунктах. Все было организовано. Отапливаем помещение. Ну, мы брали сейчас с собой спальники, коврики и спальни на полу. — У вас была довольно-таки серьезная миссия. История алинотранспортных батальонов — это такая очень значимая история в странице нашей истории, нашего региона и страны в целом. Почему именно эту страницу вы решили выбрать? — Поскольку мы любители лыжники, любители экстремалозимних видов, в том числе, можно сказать, и спорта, потому что марш-бросок — это очень серьезное испытание на выносливость. Поэтому мы отдали дань памяти нашим землякам, героям, участникам Великой Отечественной войны, именно алинотранспортным батальоном и алино-лыжным батальоном. Мы восхищены тем тому мужеству наших дедов и прадедов, в которых говорится о том, что они сотни километров шли пешком, на лыжах, за обозами и доходили до Рикосихи, где формировались алинотранспортные батальоны. И мы решили попробовать, а вот как действительно сотни километров можно ли это пройти. Тем более они были с грузом, с оружием. У нас менее сложные условия, но все же очень сложные. Мы приближались к тем сложным условиям, которые прошли наши деды и прадеды. А как-то готовились перед экспедицией, читали историю, может быть, или вы уже, может быть, ее знали, историю алинотранспортных батальонов? Ну, вообще, я знаю один случай, что вроде третий эшелон, он полностью замерз. Такое было. Да, многие замерзали. Знаю, что алинотранспортные батальоны использовались для проведения там избитых самолетов, разведчиков выводили. Вот. Вот так еще нет. Василий Александрович, как-то готовили ребят в плане теории? Да, в плане теории. Это еще в 2015 году, когда мы проходили по селам и бывшим селам Нижепечорья, то это мероприятие было совместно с Турцентром и Николаем Сергеем Андреевичем. Андреем Сергеевичем. Вот. У нас были, точнее, Андреем Сергеевичем были фильмы, которые мы просматривали во время остановок в населенных пунктах. И это, конечно, очень сильно подушевляло нас. Мы смотрели фильм, как лыжные батальоны шли зимой по лесу, и когда уже сил больше идти не было, то они останавливались, рубили ветки, клади, значит, ветки на снег и ложились прямо, как вот шли, так ложились на снег и отдыхали, а затем рано утром опять вставали и продолжали путь. Вот. И многие интересные вещи нам рассказывал Андрей Сергеевич Николаев. Что брали с собой в экспедицию? Минимальные грузы брали с собой в экспедицию. Это у каждого индивидуальный рюкзак, в котором находится термос, бутербродница, запасные носки, запасная футболка и запасные перчатки. То есть еду с собой не брали, питались в населённых пунктах? Да, но не во всех населённых пунктах. В крупных населённых пунктах нас кормили, а в очень маленьких таких, как, допустим, Чижа и Кия, мы сами готовили в помещении, где мы отдыхали. То есть, в принципе, шли налегке, ребят? Да, в этом плане, да, мы можем сказать, да, налегке, да, без груза. Но, учитывая дорожное покрытие и большие расстояния, это нелегко. Но пока мы пробуем так. Честно, интересно было экспедиции? Очень. А вот что, вот как всё началось? Расскажите, как шли, где останавливались, что делали? Я так понимаю, что из-за Наринмара вы переправились в Ому. Велетели в Ому. Сутки ждали из-за погодного условия. Была метель, ну, таял снег. На следующий день уже утихла погода, мы уже стартанули. В Оме мы ходили, смотрели деревню. Там знакомые были, показывали нам. А что знакомые говорили, когда узнавали, что вы вот отправляетесь в такую далёкую экспедицию? Сказали, не тяжело будет, всё-таки голые тундры. Как бы всякие случаи бывают, что и потеряться можно. И желали удачи. А вот когда уже шли обратно, легче было? Куда легче идти? В ту сторону или обратно? Не, вообще в ту, когда идёшь уже у Струмняна и обратно уже не хочется. Уже когда проходишь, уже знаешь, что ещё дальше найти. Владимир, вот вы, кстати, шли не по накатанной дороге, вы шли по тундре. И вот как тяжело было в таких условиях передвигаться? Ну, в принципе, в лыжи в некоторых местах неплохо катили, когда свежий снег выпал. В некоторых бывали такие места, что вообще лыжи не катили. Пришлось так своими силами обычно. Да, только за счёт уносливости. За счёт уносливости. Да. Вот, и там через, буквально, если ты проезжаешь километров, наверное, 10, по неракатам дороги у тебя ноги забиваются, и ты просто дальше не можешь идти. То есть всё. Ну, а когда была дорога, ну, там ехте. Вообще, лыжные батальоны в период Великой Действии формировались из бывших спортсменов, лыжников и охотников, рыбаков-охотников, которые практически вся жизнь связана с лыжами, и поэтому они очень были выносливыми. Ну, и мы хотим тоже подражать этому, и поэтому мы подбираем таких людей. И вот эти ребята, я тоже могу сказать, что они относятся к тем людям, которые могут мужественно преодолевать эти трудности, несмотря на то, что это не лыжная роль на трассе, где накатана дорожка, и можно по ней бежать коньковым ходом. Это очень неподготовлено, вообще как бы бездорожек, только по следам снегоходов. Они часто были заметены, был сильный мороз, из-за сильного мороза не было скольжения. И вот, как уже сказал Володя, мы практически передвигались со счет выносливости бесшажным ходом в одних руках. Через какое-то время уставали, останавливались, делали небольшой перекус. Значит, кружка чая и батончик какого-нибудь сникерса давал нам хорошую силу. Ребята, чувствуете, что вас закалило этот марш-бросок? Вы стали, может быть, сильнее, выносливее? Ну, если такое расстояние прошли, то, да, естественно, стали выносливее. Если мы раньше думали, в первую походу, если вот 300 километров — это много, а сейчас ты просто проходишь 60-90, и как-то 30 — это уже пустяки как-то. Здорово осознавать, да, что это уже пустяк для тебя. Ну да. Выносливее большая вырабатывается, и пока не уже чувствуешь себя. Можешь уже чувствовать, и все на сиянии, там, маши броски какие-то небольшие. Да. Это действительно так, что когда-то, казалось, расстояние до Телевиски 5 километров — это целое путешествие, затем 15, затем 30, затем 50. Ну и в этот раз у нас получилось очень экстремально очень жёстко, мы преодолели один участок пути — это Чижа-Кия, 87 километров, если так точно говорить. Ну, мы считаем, как 90 километров. Когда выезжали отсюда, мы планировали там между этими населёнными пунктами сделать какую-то остановку. Несколько было вариантов. Это один вариант — ночевать в полевых условиях, к этому тоже были готовы, если температура была не очень низкая, там, допустим, до 10 градусов, можно было бы. Второй вариант — это избушки, которые расположены там по побережью Белого моря, могли бы мы, значит, ночевать. Третий вариант — если бы мы, ну, мы просто шли до упора, сколько мы сможем пройти, столько пройдём. И сопровождающий снегоход мог бы у нас, допустим, 70 километров прошли, дальше идти не можем, но 20 километров мог бы там довести до населённого пункта. Ну и последний самый нужный вариант, наверное, это просто дойти. И мы просто дошли. Были какие-то экстремальные ситуации? Может быть, что-то случилось? Кто-то, не дай бог, заболел или ещё что-то подобное? Нет, такого у нас, к счастью, не случилось. Все живы, все здоровы, доехали. Никто не заболел. Василий Александрович, а если бы случились какие-то экстренные ситуации, вот могла бы быть какая-то связь? Да, у нас была, значит, обычная мобильная связь и спутниковый телефон. По спутнику телефона мы могли бы позвонить с любой точки, это раз. Ну и как постоянно у нас под рукой, так говорится, снегоход. И поэтому, если что, мы бы сразу снегоход посадили человека и увезли бы до ближайшего населённого пункта. То есть получается, что в экспедиции участвовали вы и восемь ваших ребят? Нет, я и семь ребят. Вы и семь ребят, то есть в общей сложности восемь человек. Восемь. Вы ещё в начале программы упоминали о том, что без финансовой помощи очень сложно организовать такую экспедицию, куда-либо отправиться. Я так понимаю, что у вас был спонсор? Да, конечно же, об этом хочется подчеркнуть. Ну и я бы начал с того, что для того, чтобы организовать это мероприятие, нам, мы участвовали на декабре месяце 2015 года на таком мероприятии, как ярмарка молодёжных организаций и объединений. И к этому очень хорошо готовились. Учитывая то, что мы лыжники, мы не артисты, но мы вынуждены были освоить и эта стезя. И выучили песню «Легендарную славянка». У нас есть члены военно-патриотического клуба, которые играют на аккордеоне. И достаточно удачно выступили на площадке «Дюц-лидер». На этом мероприятии присутствовал наш губернатор Игорь Витышко-Кошин. И заметил наше подразделение. Подошёл лично, пожал каждому руку, нам было очень это приятно. Ну и задал вопрос, если нужна будет какая-то помощь, то обращайтесь. Мы обратились к нему и действительно закрутилось, что называется. Наша мечта стала сбываться. Мы взяли телефоны тех людей, с которыми нужно решать эти вопросы. И через какое-то время они нам сказали, что мы действительно вас спонсируем. Ну и позже, когда уже дело дошло до денег и средств, то мы поняли, что нас спонсирует Башнефть. Поэтому хочется конкретно сказать большое спасибо спонсору Башнефть и губернатору нашего округа. Ну и хочется, конечно, вообще в плане организации всех поблагодарить, потому что кроме них есть много структур, которые оказали нам помощь. А вот в организации вот этого мероприятия, я вот сейчас сам понял, потому что до этого мы не выполняли такие мероприятия, не проводили. Они были такие внутренние, и потом как-то было все проще. А тут я понял, что, оказывается, сколько там всяких нюансов, сколько моментов нужно все это организовать, сделать и так далее. И потом огромное большое спасибо и комитету молодежи при Департаменте образования, культуры, спорта и туризма, и Центру поддержки молодежных инициатив и военно-патриотическому воспитанию, и другим организациям, которые способствовали, чтобы у нас все получилось. То есть ваш клуб, получается, заметили только в декабре 2015 года, или до этого тоже оказывалась какая-то помощь, поддержка? Нет, вот именно, да, в принципе, можно так и сказать, что вы заметили, вот именно на этом мероприятии было то, что у нас никаких не было ни спонсоров, никаких денежных средств, никакой возможности приобретения инвентаря и так далее. Кроме, конечно, одного спонсора, постоянного нашего спонсора, это Личутина Федора Александровича, который, несмотря на то, что он затрачивает свое личное время, свою личную технику и так далее, он ежегодно нас принимает на своей турбазе, это 90 километров от города Наримара, и мы постоянно совершаем эти марш-броски в зимнее время и осеннее время. Вот как-то так. Отлично. У меня такой еще вопрос о ребятах. Чтобы стать участником клуба, чтобы вы заметили, взяли этого человека, им нужно хорошо учиться? Интересный вопрос. Ну, я бы сказал честно, что я на оценки, какие оценки получают, не смотрю. Но общая дисциплина, конечно, должна быть. Если он при учебном заведении нескольких гран-экономических техникам, то у него не должно быть проблем с учебой. Если же у него проблемы с учебой, то я вынужден ему сказать, извини, но я тебя не возьму, потому что ты сначала решишь свои проблемы. А есть ребята, которые хотят попасть в клуб, но вы их по каким-то причинам не берете? Наверное, есть. Потому что они не соответствуют тем требованиям, которые здесь нужны. Но если человек совершенно не владеет лыжами, то я его никак не могу взять. Даже есть люди, которые владеют на плохо, и тех даже на такой конкретный марш-бросок лыжный, я взять не могу его. Ребят, среди ваших друзей и знакомых есть такие, которые тоже хотят вместе с вами ходить в экспедиции, совершать эти лыжные марш-броски, но они их не берут в клуб? Не знаю. Все мои друзья уже в клубе состоят. И ходят со мной рядом. У меня друг есть, Алексей, который с нами не пошел из-за того, что он не смог на лыжах держаться в строю. Но он все-таки будет с нами ходить на такие небольшие расстояния. Есть еще один на другом них, но он со мной ходил, это Ват Ариштович. С нами же вот этот марш-бросок прошел. А для вас это почетно, что вы являетесь участником этого клуба? Вот вы гордитесь этим? Да, очень гордитесь. Есть такая, да. То есть это организация, нахождение в которой дает вам какое-то, можно сказать, даже преимущество перед другими вашими зверстниками? Да, там ребята, в принципе, все веселые. Общаемся, беремся. Так вот. Куда-то постоянно выезжаем. Василий Александрович, кроме ваших занятий, тренировок, марш-бросков, экспедиций, какая-то другая работа с ребятами проводится? Может, вы куда-то вместе просто выходите, не знаю, на хоккей, на футбол? Нет. Нет. Значит, нам достаточно того времени, которое мы здесь затрачиваем, поэтому у некоторых ребят есть какие-то еще дополнительные интересы. И часто бывает так, что пересекаются. Он хочет и в этом мероприятии участвовать, и в другом мероприятии хочет участвовать. Вот, поэтому нам достаточно того общения, которое мы проводим. И, допустим, если марш-бросок совершаем на турбазу Ханава-Ися, то мы там огоняемся на три дня. Они совершенно в своем узком таком коллективе, они общаются, они как в своей маленькой семье. То есть потом друг от друга отдыхают? Да. Кстати, ребят много времени отнимают? Вот, занятия в клубе? Нет, не очень. Например, сколько раз в неделю вы встречаетесь, в месяц? Нет, мы вот здесь работаем таким образом. От мероприятия до мероприятия. Вот, если, допустим, мы готовимся к ярмарке молодежных объединений, то там действительно было очень много, нужно было затрачивать времени для того, чтобы собираться, изучить песню, сложно ее успеть, ну и так далее. И я этим никогда не занимался, и как бы даже не думал, что получится. Но, как мы видим, получилось. Ну вот сейчас буквально мы завершили вот этот длительный марш-бросок, к которому тоже очень долго нужно было готовиться. Очень много времени затачивает нехватка инвентаря, приходится обращаться к одной организации, к другой организации. За что им большое спасибо, что к нам действительно на встречу пошли и далее. Ну, за исключением лыж. Вот лыжи мы вначале закладывали в смету при обращении, но эта сумма очень серьезная, и поэтому эту цифру убрали. И вот достать всем нормальные лыжи, на которых можно такие серьезные расстояния проходить, для нас это серьезная проблема. То есть вы брали инвентарь из мне в этот раз? Да, вот кто как мог найти, тот так и нашел. То есть свой, по знакомым, по друзьям, таким образом. Да, вот таким образом, да. И поэтому это тоже занимает очень много времени. Ну и сейчас, в ближайшее время, вот сейчас будет середина апреля, конец апреля, я думаю, что у нас опять Федор Александрович Личутин приглашает нас на свою турбазу. И ребята уже давно, мы только дошли до Шойна, и они уже спрашивают, когда и куда, и все. У нас состоит совсем немного времени, я хочу поговорить о планах ваших. Ну, о планах мы вообще говорить не любим, забегать вперед не любим. Но планы вот ближайшие, вот такие вот частичные раскрытия, мы собираемся на турбазу. Это опять-таки такой, не такой сложный марш-бросок, как предыдущий. Это больше всего отдых, но это ребятам очень нравится. И если говорить про подготовку и вообще участие в военно-патриотическом клубе, то я их понимаю, что это ребята, которые не любят говорить, а любят делать. И поэтому им это интересно. А если мы, ну, вот эти все разные направления военно-патриотических клубов, если бы мы только изучали теорию, историю, значит, военных дел и так далее, то я знаю, что эти ребята у меня бы разбежались. Им нравится дело. Интересно то, что перемещаться, преодолевать трудности, стойко приносить тяжести и лишения этих марш-бросков. Спасибо большое за интересную беседу. И, к сожалению, время, наша программа подошла к концу. Это было Актуальное интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok